Раз, два, три, четыре. Тальше куда? Даже в тюрьме для прогулок места больше. Девятиэтажка выросла на месте садовых участков. Жители когда-то тихой улицы Ушинского теперь буквально спотыкаются о стройку. Они загородились забором. Наши дети прямо на проезжих дорогах сразу под машиной. Всё, больше никуда. Одну высотку достраивают, другую начали. Землю садового товарищества «Сокол-1» выкупили частные лица. И вот рядом со старыми пятиэтажками многоквартирные дома растут один за другим. Получается, в любой частной песочнице можно построить многоэтажный дом, продать новые квартиры. Они получат, люди, удовольствие, новые квартиры. Но за счёт жителей, которые здесь уже проживают на протяжении десятилетий. Хозяева садовых домиков вообще в ужасе. Ведь у кого-то участки под стройку выкупали, а у кого-то домишки просто сгорели. Люди, у которых стройка теперь за забором, и отдыхать здесь боятся. И отказаться от своего сада не готовы. Мы здесь всё сажаем, нам жалко всё своё. У нас и капуста, и яблоки, и груши, тут и вишни всё есть. Садоводы и жители района пикетировали мэрию, собрали сотни подписей, обращались в горсовет. Но очевидно, что стройке это не мешает. Мы за этих людей голосовали, за своего мэра, за своего депутата. Они от нас отвернулись в данный момент. Потому что на наши вопросы они дали расплывчатые ответы. И конкретно было требование, чтобы из имена была зона застройки здесь. На наши вопросы ответы были конкретные. В управлении градостроительного контроля подтвердили зону застройки. Желая, многоэтажки строить можно. Но новый фундамент заложен самовольно. Но сейчас то, что начато строительство по улице Ушинска, это незаконное строительство. Этот факт уже установлен. И мы направили сообщение в инспекцию госстроенадзора. Госстроенадзор должен остановить стройку. Таков закон. Впрочем, всё тот же закон даёт возможность возобновить её снова. Стоит только оформить нужные документы. Так что в битве за Липецкие окраины пока рано объявлять победителя. Майя Евглевская, Тимофей Астахов, ТВК Новости.